добрый день вот опять немножко хочу поговорить о кронштейнах прицел окок думаю все узнают его представлять не надо вот каждый окок комплектуется таким кронштейном штатным называется он американцев colt style эти болты еще кольт придумал затяжки если мы его ставим на вивер есть определенное неудобство то есть он у нас не по тружине никак мы вставляем сюда вивер дальше нужно либо наклонить вниз чтобы отпала планка либо руками оттянуть потом закрутить 1 2 в инструкции для оконга также американцы пишут что желательно белым маркетом маркером поставить отпечатки в этих местах чтобы каждый раз однотипно затягивать эти болты от руки потому что можно перетянуть не дотянуть от этого может гулять стп то есть если этот кронштейн не дергать туда-сюда прикрутить и поставить то в принципе нормально но единственное он тяжеловат стальной у него выступающие части довольно таки массивные при том что прицел максимально легкий маленький в общем мне кажется он избыточен на этом прицеле вот это штатный кронштейн который комплектуется окок для армии вот я раньше ставил вот такие кронштейны и себе и знакомым вот такой быстросъем по типу прищепки накинули все очень быстро можно снимать ставить вообще идеально это специальный кронштейн для кого также его приспосабливали для другие прицелы в том числе на тепловизионные на мой взгляд очень хорошее решение он легче штатного у него торчит один барашек и плюс в том что затяжка всегда примерно одинаково нет перекосом затягивается посередине вот стп сохраняется идеально с этим кронштейном торчит всего один барашек устанавливать удобно можно перевернуть он симметричный направо налево и встает на планку прямо как сам просится на планку никаких люфтов нет ничего идеальный кронштейн но похоже что его сняли с производства последнее время не получается их купить в америке их просто нету сейчас на пробу привез вот такой кронштейн от компании бобра американской и запатентованной защелкой вот особенность этого кронштейна в том что его не нужно регулировать под разную ширину вивера ставили очень плотную подпружиненная распорка про нее отдельно вот и защелкнули все кронштейн стоит усилия защелкивания всегда однообразная одинаковая он сам отрегулировался под наш вивер не нужны никакие дополнительные регулировки кронштейн тоже можно переворачивать налево-направо при перевороте скорее всего нам перевернуть эту планочку она рассчитана стоять вот так чтобы упор был в эту сторону вот она очень интересного подпружинена вивер она вставит в распор и сразу предупреждают любой шаг прицел прицел сразу сдвигается вперед при любой отдаче у нас прицел пытается уйти вперед по виверу и важно чтобы упор сразу был настроен на эту сторону чтобы чтобы он стоял в распор сразу вот так по идее он должен стоять и либо надо ту планочку перевернуть она предусмотрительно сделана у них на болтах то есть видим да конструкцию вот этой пружинки она поджимает сразу и здесь две мощные пружины которые поджимают на защелку прицел ставят мертвы такие кронштейны бывают с одним таким замком или с двумя замками с выносом без выноса для тепловизоров я уже показывал раз двумя замками с выносом такой кронштейн вот этот кронштейн я покупал чтобы поставить на выток вы как вы как мы немножко задерживается 18 поэтому пока у примере его на три джекон для сравнения смотрим вот у нас планка иномаунт для блейзера вот кронштейн иномаунт быстросъемный для блейзера вот мы одели защелкнули они защелкнулись очень мягко прям нереально мягко их надо регулировать подтягивать чтобы они зажались жуще теперь мы этот же иномаунт попробуем одеть на вот этот аук то же самое раз защелкнулись еще мягче раз на два мягче просто то не даже наверно до конца не держит берем другой аук другим виллером стоит этот лазер как через лазер она не оденется поэтому примерим только одну защелку вот мы и одели я не могу его защелкнуть его нужно расслаблять то есть он слишком затянут на этом мире то есть вот он пример разницы в толщине виллера при этом бобра есть такой предохранительный рычаг его открываем открыли защелкнуть на этот виллер условно на широкий сравнение и берем другой виллер более узкий вилл все четко встало никакого лифта ничего не болтается что им стал идеально чтобы снять достаточно сделать обновление также и вот этот кронштейн с ручным затягиваем вот мы одели закрутили чтобы снять нужно открутить и снять и здесь тоже самое одели накрутили то есть по скорости фиксации я думаю бобра выигрывает но по удобству одевания например в темное время суток я думаю что такой кронштейн будет интереснее потому что здесь округлые упоры но из-за того что они округлые их нужно вот он имеет небольшой люфт такой до затяжки то есть нужно одеть и сдвинуть вперед и после этого закручивать то есть нужно не забывать сделать это движение особенно с тяжелыми прицелами а бобра одеваем и он уже никуда не лифтит за счет за счет подпружиненного упора он сразу встает мертво на ивер американец вообще они он вот защелками защелки у нас одета он болтается на ивере обратите внимание ходит ходуном то есть нужно будет на мало регулировать одеваем бобра с той стороны все сидит мертвым никуда не ходит без всяких регулировок так же соответственно подкрутили подкрутили тоже сидит мертвым подкрутили вот еще есть наш отечественный производитель иномаунт вот сюда иномаунт прям встал нормально здесь ничего регулировать не надо стал плотненько хорошо опять же мы иномаунт одели есть люфт подвинуть вперед потом защелкнуть одну защелку вторую сейчас попробуем бобра раз ага бобра здесь тоже гуляет то есть этой пружинки недостаточно но я думаю это все связано с тем что это отечественный вивер и он отличается от американского стандарта вот так же раз защелкнули все он сидит мертвым но пазы видимо на нем слишком толстые вот эти пропилины не так как положено у американцев поставил на паузу открутил кронштейн от окога показать призму которую американцы как правило используют на большинстве прицелов окогу оког три джеконы энвижен армасайт там и так далее вот дальнейшее применение этого кронштейна возможны и на тепловизионных прицелах три джекон то есть например мы имеем такой прицел hunter mk3 у него по умолчанию идет кронштейн ларю на двух защелках которые тоже требуют регулировку под каждый вивер такой кронштейн сюда не поставить потому что при открывании у него расширяется эта часть и она будет упираться упираться в батарейный отсек вот так использовать нельзя вот видите если мы ее наденем на призму в принципе можно ее надеть и то даже не надевается но она не откроется поэтому не такой ни вот такой кронштейн здесь использовать нельзя вот можно например использовать кронштейн от окога он по отверстиям идеально подходит и он будет работать потому что планочек расширяется сюда вот и можно использовать вот такой бобра то есть он встает прям идеально сюда и все работает и не требует никаких дополнительных регулировок вот единственное что надо будет вот эту пластинку упорную ее перекрутить чтобы она встала наоборот пружинкой назад потому что основное усилие должно распределяться на вот эту часть планки вот так же можно этот кронштейн использовать на новых три джекона рип и хантер нового поколения у которых уже несколько отверстий то есть можно его установить вот так получается вот на крайне он встает здесь ничего тоже не цепляет с выносом назад можно установить посередине можно установить с выносом вперед например на что-то R-образное или хеккер так же можно на этом прицеле выбирать сторону на которую будет смотреть у нас защелка так так и так все встает идеально вот сюда например подходит по отверстиям вот такой кронштейн от термосайта то есть у американцев у них все вот эти призмы отверстия все примерно одинаково сделано и кратно друг другу что очень удобно можно чередовать кронштейны далее взвесим сейчас сравним вес вот сразу оговорюсь что я немножко обманул относительно металла из которого сделан вот этот кронштейн кольт стайл он алюминиевый у него стальные направляющие и стальные сами барабашки барабанчики крутящиеся вот из-за этого у него самый большой вес то есть вот взвешиваем весит сто сто четырнадцать грамм далее взвесим самый маленький на вид кронштейн это новый кронштейн вот три джеконов то есть новая линейка рип и хантер идет сейчас с этими кронштейнами 58 грамм далее взвесим кронштейн который я себе на нокс устанавливал тромасайта 59 грамм хотя он выглядит гораздо массивнее чем чем этот далее взвесим хронштейн ларю который по умолчанию был на грижиконе 94 грамма и наш новый бобра 91 грамм то есть бобра весит легче чем ларю легче чем оригинальный но тяжелее вот этих маленьких хронштейнов ну и так для общего мы взвесим на шиномаунт 223 грамма получается самый тяжелый из кронштейнов вот вот этот кронштейн откручивать не буду потому что прицел пристрелен вот он весит тоже там что-то порядка 90 грамм тоже легкий ну и планку весим и на маму заодно планка весит всего 90 грамм это наверное самая легкая планка вивер которая мне попадалась с таким выношем в принципе все рассказал будут вопросы пишите звоните до новых встреч